В жизни каждого человека самые счастливые воспоминания родом из детства. Это нежное маминое объятие, семейные праздники, веселое лето, проведенное у дедушки и бабушки. Однако у воспитанников детских домов таких воспоминаний может не быть и вовсе. Эту девочку с забавными хвостиками зовут Настюша. Ей 6 лет. Несмотря на свой юный возраст, она уже чувствует себя настоящей леди, любит наряды и украшения. Самое любимое ее занятие – одеваться в красивое, примерять женские украшения, шляпки, сумочки. Любимая вещь – это солнцезащитные очки. Часто Настя надевает через плечо свою любимую сумочку и гуляет по улице. Это приносит ей удовольствие. Застенчиваясь новыми людьми, Настя, тем не менее, обладает твердым характером. Из-за этого нам с ней нелегко в учебе. Не всегда она хочет выполнять задания воспитателя. Но я нашла к ней подход. Если она говорит «не хочу», то я тихонько отхожу в сторону, кладу то, с чем я хочу, чтобы она работала, например, рисовала или лепила. И через некоторое время она может передумать и начать делать то, что я ей предложила. Но не с моей подачи, а когда она сама захочет. Если она не хочет делать то, о чем я ее прошу, поступаю так. Например, еще с двумя детьми мы делаем какое-либо упражнение. Ее я оставляю, не настаиваю. Проходит пару минут, и она начинает это делать сама. При съемочной группе Настенька не разговаривала. Воспитанники детского центра редко видят мужчин, и при встрече с ними, как правило, смущаются. Тем не менее, привыкнув к людям, девочка идет и на вербальный контакт. Когда Настя начинает привыкать к новому человеку, она может немного комплексовать, быть слегка закрытой, не выполнять то, о чем ее просят. Но через некоторое время она раскрывается, как цветочек, и показывает все свои умения. В большей мере она проявляет себя тогда, когда никого нет. Когда рядом с ней есть люди, она любит все делать наоборот. Знаете, в таком возрасте для детей характерно упрямство. Сделай так. Нет. Как-то я проводила групповое занятие, пальчиковое рисование. Тогда она настолько раскрылась в работе с краской, когда оставляли отпечатки пальчиков. Даже забыла, что есть рядом другие люди. Постоянно меня спрашивала, красиво? В группе Настюша дружит со всеми детьми. Она любит играть с ними и в куклы, и в машинки. Ей нравится вместе читать, рассматривать картинки. Лепка и рисование – ее любимое занятие. Пазлы пока даются ей с трудом, но она с интересом рассматривает их, пробует складывать. Она хохотушка, позитивная. Когда она приходит на занятия, сразу начинает смеяться, бежит играть, сама залазит на пирамидку. Спокойствие и веселые нравы удивительным образом уживаются в этой маленькой девочке, которая ждет, что и в ее жизни появятся люди, которые будут ее любить и которых она сможет назвать своими родителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова